Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. На репетиции в Лондоне Вагнер был очень недоволен трубачами и закричал. «Скажите этим ослам, что если они не будут играть прилично, то я выкину их вон!» Переводчик-музыкант внимательно выслушал Вагнера и перевел. «Джентльмены, маэстро вполне отдает себе отчет о тех затруднениях, которые вызывает у вас его музыка. Он просит вас сделать все, что в ваших силах, но ни в коем случае не волноваться». Законченную партитуру оперы «Волшебный стрелок» Вебер показал Бетховену, который ознакомился с произведением и посоветовал в письме Веберу больше опер не писать. Вебер был задет и при встрече спросил у Бетховена, неужели его музыка так слаба. Бетховен ответил, наоборот, музыка совершенно. Я считаю, что лучшее просто уже невозможно сочинить. Одна танцовщица с возрастом утратила грацию и решила заняться пением. Она выучила несколько легких арий и попросила Вагнера ее прослушать. Когда вокальный репертуар был исчерпан, композитор попросил ее станцевать. Просмотрев танец, Вагнер надолго замолчал. Артистка не выдержала. Маэстро, понравилось ли вам, как я пою? Последовал ответ. Для танцовщицы неплохо. Кстати, для певицы вы неплохо танцуете. Однажды Россиня осматривал коллекцию орудий пыток всех времен и народов, собранную одним из известных аристократов. В конце осмотра он поинтересовался, а где же здесь фортепиано? Когда композитору сказали, что музыкальных инструментов в коллекции нет, он заметил, значит, хозяина коллекции в детстве не учили музыке. Субтитры создавал DimaTorzok